Good evening. You are welcome to Be Afro Television News Hour. I'm Renata Shakira with News Headline. Nigerian government failed to appear in the community court of justice ECOVAS, Abuja, for gunner's case hearing. Лидер команды защиты нам декану Борисер Ифиани Эджиафор прибыл в суд ровно в 10 часов утра, в то время как коллеги судей, состоящие из трех человек по главе с судей Фрейден в Оке, в суд ЭКОВАС прибыли около 10 часов 10 минут утра. Но правительство Нигерии признало коллегию судей отсутствующей после отправки запоздалого письма, утверждающего о работе над другим делом. Судья отложил рассмотрение дела до 11 ноября 2016 года для окончательного судебного решения даже при отсутствии жалоб. Вооруженные люди напали на полицейский участок в зоне АДУ местного правительственного штата Бануэ. В процессе были убиты трое полицейских на дежурстве и ранены двое других. Мужчины вошли в сообщество около 2.30 ночи в воскресенье на двух мотоциклах и напали на оружейный участок полицейского отдела, а также забрали все оружие. Народ Биафры теперь объединен, чем когда-либо. Люди поняли, кто является реальным врагом и предприняли путь к свободе. Они сказали, что маргинализация Старого Восточного региона заставила их собраться вместе, чтобы побороться против несправедливости. Член английского парламента Джулии Уорд сделала официальное заявление в доме сессии, где она подняла этот вопрос. Посольство России в Дамаске попало под обстрел во вторник из города под контролем групп боевиков, в том числе с Аль-Нусра, сообщает МИД России. По имеющимся данным, обстрелы пришли из окрестностей Джобар в Дамаске, который находится под контролем террористических групп Джабхат, Фатель-Ахшан и Файлак-Ар-Рахман. Говорится о сообщении министерства. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Я Рината Шакирова. До свидания! Пока!